приветствую вас на канале j on the way наконец-то добрые люди доделали ford aeromax очень хотел его потестировать но он никак не заводился на версии 1.38 и так ford видим что у нас салон какой-то неопределенный но главное что сам мод загрузился до этого игра просто вылетала ford очень редкий у нас гость в модах на евротрак симулятор до этого f-max но он уже порядка под надоел давайте посмотрим конфигурацию первым делом рассмотрим модельку необычный у него такой кузов вот так вот все выглядит хотелось бы конечно вот без этой спалки еще вариантик было вообще жирно так и также нужно потестировать шоссе потому что я читал в отзывах что высокое шоссе что кривовато стоят трейлеры нужно попробовать и стандартным трейлером моделька замечательно выглядит так что смотрим что у нас по конфигурации и так кабина у нас в одном варианте от видите есть без спойлеров я не думаю что их снять можно 6 на 4 у нас шоссе единственном экземпляре вас в стоке у нас двигатель на 435 лошадиных сил максимальный 550 можно ставить по трансмиссии на 13 передач единственный вариант так интерьер так долговато прогружался интерьер чик ну смотрите приборка выглядит так достаточно неплохо но темновато я считаю вот эту оббивочку хочется заменить очень качественно сделанные сиденья двери тоже очень детализированы с палочку рассмотрим видим что здесь у нас какой-то элемент освещения так вверху я не вижу даже что там есть возможно видео после обработки будет светлее но вот я говорю вам то что я вижу на экране здесь у меня темно все я не вижу там какие-то детали и здесь вот какие-то у нас красно-синее провода и тут ладно хорошо переходим к покраске видим что единственный предустановленный цвет это который стоке красный цвет такой далее у нас есть кастом металлик и просто кастом в принципе мне вот такой потемнее красный зайдет давайте попробуем это хотелось бы конечно скины но к сожалению их нету внешнего тюнинга очень мало я бы сказал как у обычная такая мода на легковой автомобиль например так посмотрим что мы можем по бамперу бампер пластиковый но не черный видим сероватый такой и третий вариант это color так chrome and color и есть все color то есть под цвет нашего скина можно так сказать но мне нравится chrome and color потому что как-то разнообразнее видим такие здесь маленькие интересные значочки ford очень так пикантненько так давайте попробуем поставить табличку видим что у нас всякие приборчики стандарт play и есть yellow play тот сисал давайте на yellow play напишем свой никнейм напишу свой никнейм вот так вот будет выглядеть он неплохо сверху мы ничего не можем ставить не хорном ничего здесь уже предустановленные точки света здесь я предполагаю что здесь у нас дабл радианта мигалки и где они нету радиантов почему-то мигалки нету так и убрать их нельзя можно давайте заново поставлю может что-то заглючила даме галочки к сожалению не ставится ну-ка включим огни да ничего не мигает убираем их нам не надо никакие баги смотрим что у нас по шинам шина своя фордовская continental sr написано прикольно выглядит шина и диск тоже фордовский выглядит замечательно тоже даже менять не хочется так что у нас по зеркалам зеркала только в единственном экземпляре сбоку сайт тоже можно в пластик покрасить ну блин она больше к металлику цвету чем к пластику ну я не знаю однообразно слишком окраска так что давайте пластиковый сделаем не будем оставлять полностью красный ну это личный вкус каждого я так думаю так сзади у нас нету никаких точек свет у нас не меняется скудненько скудненько конечно по внешнему тюнингу и переходим к нашему интерьер чеку смотрим где у нас есть точки так веселки стандартные и плюс веселки сисловский поддерживаются рацию можно повесить ну блин она как будто слишком близко вам не кажется слишком близко к пользователю висит я вот хотел бы рацию поставить но блин при таком раскладе что-то желание отпадать давайте камеру сюда поставим никогда не не пользуюсь тут бац и поставил руль свой фортовский видим есть 2 вайпер чего-то он пропал почему-то ну я в обзорах вот это все и почему и показываю потому что бывают всякие вот нюансы видим что игл skypeg что-то тут нету каких-то элементов как с теми же мигалками дел сишные рули также почему-то не появляются так ну я надеюсь что это не у меня какой-то баг мод состоится одну с одного файла думаю я все поставил ну хорошо хотя бы хотя бы что один руль есть можно на него повесить аксессуары стандартные давайте ну-ка вейдер сюда пойдет пойдет все поставили дарта вейдеров так здесь у нас таблички и вот у нас . для gps от сисловский на мой взгляд слишком высоко поставлен вот этот gps с этой стороны с левой он слишком высоко будет перекрывать нам обзорность когда мы будем поворачивать на налево или же когда мы будем проходить перекресток какой-то будет плохо видно что там происходит так что я рекомендую ставить вот здесь он тоже нам чуть-чуть перекрывает но не так сильно как с левой стороны так смотрим что у нас здесь за . здесь мы можем под ноги буквально пассажиру кинуть пиво журналы там такое вот неудачно расположение точки так нас палки никаких точек нету так . здесь сисал поддерживается но к сожалению как мы видим нельзя посадить к нам коллегу пассажиром так ну давайте журналы сюда подкинем так здесь у нас точки с табличками и все по по тюнингу по интерьеру тюнинг тоже весьма даже скромненько но мне нравится вот эта приборка хотелось бы конечно вот эту всю обивку заменить например на бежевый цвет как я люблю чтобы было посветлее вот здесь вот я ни черта не вижу что здесь то там может и рация есть на или не вижу вряд ли там есть рация вот какой-то провод торчит это единственное что вижу какие то здесь есть элементы в игре можно яркость выкручивать но понимаете что это для этого грузовика это улучшит ситуацию а для остальных там будет уже пересвет не забывайте что у нас кроме интерьера еще есть gps которые бывают такие аж серые светло-серые то есть это не очень будет красиво смотреться и так а я к этому грузовику цепляю стандартный трейлер и смотрим его уже в игре итак мы в игре видим что я прицепил стандартный трейлер но я его прицепил автоматом то есть применил данному грузовику писали что есть проблемы с стандартным трейлером давайте посмотрим высота вполне себе нормальная но у нас другая проблема давайте я включу двигатель так отцепляю трейлер все трейлер отцепился и давайте я выйду с под него смотрите что происходит видите я тащу за собой трейлер тоже та же самая проблема у нас происходит и с когда мы хотим забрать трейлер вариант какой вариант использования трейлером все-таки видим что с ним он может ездить вы просто заходите в трейлер менеджер если у вас купленный стандартный вот видите у меня кардсайдер здесь нажимаете свап это заменить на трейлеры если вы уже везете трейлер или если вы не прицепили трейлер use использовать будет и используйте тогда он автоматически зацепится но только при том условии если вы находитесь в том же городе где находится трейлер тогда вам его подцепят возле гаража вот так вот это все выглядит это все дело ну да не недостаток все-таки есть с вот этим трейлером но если у вас будет свой трейлер как у тут меня он купленный то вам не нужно будет его оставлять где-то вы просто будете развозить свой ну развозить грузы да и все так следующее что мы смотрим перемещаемся в кабинку давайте осмотримся также темновато хотя в довольно таки светлом месте но приборку уже лучше видно нам основное что видно было приборку как мы видим что руль не прикрывает основные датчики там еще есть датчики но они нам абсолютно бесполезны и так включаем двигатель слушаем звук включения так какой то анимации включения не заметил выключаем до анимации включения я не наблюдаю попробуем сдать назад посмотрим анимирована ли ручка кпп нет ручка кпп не анимирована с этим мы разобрались теперь пробуем поворотники стрелка просто огромное заметьте очень хорошо я видно и ручка включения поворотников также анимирован это хорошо сигнальчик пробуем очень четкий такой звук сигнала так gps gps у нас вполне себе рабочий нормальный здесь никаких претензий нет парковочный проверяем видим что такая большая иконка загорается у нас брейк так что вы не пропустите то дело что у вас парковать в общем по индикации очень все хорошо мне нравятся такие большие стрелки но там много места я так считаю в пустую мне оба счетом какой-то хотя бы небольшой бортовой компьютер было бы неплохо кстати индикатор топлива тут такой оригинальный до интересный индикатор топлива от f то есть от full до m5 то есть от полного до пустого в принципе как в американских тягачах смотрим на сисловскую камеру здесь она показывает у нас gps ну я считаю что это лишним при рабочем нормальном gps так следующее мы по традиции включаем дождь давайте глянем что у нас там так что у нас по красным элементам то есть сид к сожалению не знаю что это чего-то там не найдено так включаем дождик пошел дождик смотрим на окна боковые у нас намокли попробуем открыть окно давайте да окно у нас открывается с этим все все в порядке открывается закрывается правое и левое полин взял от меня просто кнопка рядом с открытием я наверно значил и постоянно нажимают t соответственно оставляя свой свой трейлер так ну с этим все нормально теперь дворники не вижу я индикации включить переключения дворника но дворники видим стирают и посмотрите как не обычно обычно с справа налево идут здесь они идут снизу вверх вообще замечательно так но дождь настолько насколько проливной что дворники просто не справляются даже на быстрых оборотах так смотрим что у нас снежки трудно понять конечно что нет дворники прилегают нормально все хорошо так давайте теперь тестировать ночь включим ночь так два часа ночи я думаю что тут должно быть темно принципе нормально так припарковали дворники включаем главный свет видим что приборчики у нас подсветились белым цветом включаем дальний с индикатора у нас только дальний свет видим с синей иконкой такой показан нормально но я бы сказал темновато так нажмем на о посмотрим что происходит на о ничего у нас не происходит довольно таки темно у нас салоне не хватает конечно тут точки для для освещения дополнительного надеюсь с им будут еще работать перемещаемся на внешку и тестируем фары довольно таки тёмное место пары светят отлично поворотники тоже хорошо видны посмотрим сбоку сбоку дублирующих нету сзади на трейлере видим и там тоже есть у нас поворотничек плохо его видно из-за трейлера то есть там поворотники работают все отлично возвращаемся назад в кабинку и давайте немножко проедемся только я включу день что очень темно так давайте я попробую вывернуть кстати я не знаю выпустят ли нас с этой локации я сюда камера переместился не знаю даже где тут выезжать а сейчас мы развернемся звуки очень мощные хорошие так возвращаюсь в кабину так нам только направо можно кстати да давайте откройте пока что в рот она так что я забыл сделать это попробовать подрегулировать вид посмотрим как видим что руль у нас не регулируется я не вижу зеркала левого сейчас посмотрим насколько нужно отсесть чтобы увидеть зеркал но зеркал зеркало я вам скажу максимально вынесено единственный вариант ездить так ну руль превращается в овал такой я не думаю что это хороший вариант давайте вернемся вот вот так вот поставим хороший обзор по окну но к сожалению за зеркалом придется поворачивать и посмотрите ну она мелковато я бы сказал большие такие рамки сделаны плохо будет видно зеркало конечно же так давайте время поставим 14 может светлее будет да вот тут так вот лучше мы видим приборку мы видим дарта вейдера так чик такая промзона что тут никто не ездит только один сумасшедший на форде так отлично ну блин мне обзорность нравится мне обзорность нравится здесь так куда тут можно повернуть только налево так никто там не шуршит мы доставляем почту мы сейчас работаем на новую почту так что нам нужно вовремя привезти посылочки так будете проезжать или нет так все так все поворотник выключил так поворачиваем направо у нас там так гараж давайте направо надоел уже тут гараж так так ну такое ощущение как будто едешь в автобусе каком то насколько так окно здоровен так куда я разогнался здесь же у нас здесь у нас мастерская здесь мы причалим так сказать так так вау все отлично вот сюда мы заезжаем стопе так что у нас там по трейлер не выровнял ну ладно пускай будет немножко кривовато стоять ну хорошо так парковочный еще раз ставлю слушаем звук ну такой довольно таки тихий и так давайте подводить итоги что у нас по данному моду приборка мне понравилась довольно хорошая индикация по анимациям у нас поворотники только и только поворотники ни парковочного ни творников нету анимации красивая приборная панель но хотелось бы еще бортовой компьютер хотя бы добавить есть место куда добавить так следующее что я хотел бы посмотреть ну тут уже мы все разобрались стеклоподъемники работают и с той и с той стороны это отлично по звукам тоже все хорошо ничего такого сверх естественно нет сочный такой звук сейчас я вам еще раз покажу снежки вот такой вот звук у нас газование так выключаем двигатель что касается внешки сама внешка необычная она притягивает действительно необычный грузовичок уже поднадоели там все остальные но с другой стороны здесь очень мало тюнинга ну не то чтобы мало здесь его нету внешнего тюнинга здесь нету также также можно сказать и про про наш интерьер там тоже тюнинга не было там повесили камеру виселку хотя сисел поддерживается надеюсь это все дело завезут потому что вот gps хотелось бы в другое место все таки поставить так по внешке я вам рассказал дворники у нас рабочие вот с трейлером да проблемка потому что высоковат он можно конечно пробовать другие неродные шины ставить колеса другие чтоб он стал пониже ну это я бы сказал костыль но пробуйте пробуйте конечно пробуйте потому что интересно на форде по поездите как я и говорил f-max уже поднадоел итак какую оценку можно поставить ну 7 это плохо я не сказал бы что это плохой грузовик я думаю или 7 с плюсом или 8 с минусом вот такая его оценка потому что чуть чуть не дотягивает он до перфекта я бы сказал спасибо что посмотрели мой обзорчик не забудьте прожать лайк под этим видео и оформить подписку если вы еще не со мной всем пока пока